А 7 сентября танковая колонна немцев взяла Шлифтельбург, на встрече был брошен в училище курсантов, моряков, с примутыми штыками, с карабинами, без патронов. Они все ребята были в них и загнулись кольцом. Благодарю. И вот тут уже пошли совсем другие даты. Я помню отчетливо, как в октябре месяц, кажется, не ошибаюсь, немцы подожгли по наводке ракетчиков в Вадаревский склад. Все запасы Ленинграда, продовольство. Не было бы все эти блокады, если бы эти склады сохранить. Их не верили. Я помню, потом еще на рынке Андреевского, на Российском, продавали землю, которая впитала расплавленный сахар. Ее продавали вместо сахара. Может, другого еще нет. Недели первые блокады, бои загадчены мгу. Горят в Адерске склады на Невском, Невском берегу. Мука сгорает, над районом дым поднимается высок. Красивым пламенем зеленым бывает сахарный песок. Вскипая вспыхивает масло фонтан, выпрасывая вверх. Три дня над городом негасну печальный этот фейерверк. И мы давали смутно, горячим воздухом дыша, что в том они ежеминутно сгорает чья-нибудь душа. И понимали обреченно, вдыхая сладкий аромат, что вслед за дымом этим черным и наши души увидят. А в городе падали снаряды, садилось солнце на залив. И тон сгоревший рухнул рядом, бульвар напротив завалив. Мне бы забыть бы это надо. А вот представьте, не могу, горят падайминские склады. Наполеон пел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok